Кинокомпания Lions представляет Каскадеры Ведущие Джекс Каллия и Кендра Кинг Это велосипед свободного стиля Сплетен он специально, чтобы обеспечить наибольшую маневренность и скорость На несколько мгновений непобедимому чемпиону предстоит завистнуть вместе с велосипедом над исправляющим пламенем Но на то он и Кондор, Мэтт Хоффман Платформа для прыжка будет разнесена на 7,5 метров Платформа для старта подбросит его в воздух на 3,5 метра Таким образом у него будет достаточный запах высоты, чтобы пролететь над двумя автомобилями и совершить полный оборот Каскадеры заканчивают аносить пиротехнический гель на автомобиле Температура этой адской жаровни превышает 1200 градусов Мэтт знает об этом лучше, чем кто-либо Вот он занимает позицию и пытается сосредоточиться на предстоящем прыжке Ему предстоит развить скорость 35 км в час Хорошо оттолкнуться от трамплина и выполнить оборот в 360 градусов Итак, Мэтт подает сигнал, что он готов Машины подъезжены и уже достигли максимальной температуры Поехали, Мэтт Мотор Итак, он стартовал Получилось! Те, кто видел этот полет, не удивились бы, узнав, что его зовут Кондор Мне в какой-то момент показалось, что я сейчас превращаюсь в шашлык Больше всего меня беспокоило то, что я не видел, куда лечу Когда я коснулся платформы, я уже вообще ничего не видел Это кошмар какой-то Было такое ощущение, что я слепой И все делаю с закрытыми глазами А когда ты понял, что все получилось? Когда колеса коснулись платформы Я ничего не видел, но я почувствовал толчок и подумал Ну вот, теперь все в порядке Неплохо получилось По-моему, просто потрясающе Большое спасибо Мы поздравляем Кондора Мэтта Хоффмана Который только что установил новый мировой рекорд Прыгнув на семь с половиной метров через горящие автомобили И при этом совершив оборот в 360 градусов Невероятно! Каскадеры! Друг Марбл по кличке Девять пальцев с опасностью на ты Ему принадлежит мировой рекорд по прохождению девяти огневых препятствий Но сегодня Девять пальцев готовится сделать трюк, который до сего момента не пробовал ни разу в жизни Девять пальцев намерен врезаться в эту машину на старенькой Хонде За долю секунды до столкновения он выпрыгнет из седла И если все пойдет нормально, должен перелететь через машину и приземлиться на груду картонных коробок В мототрюках Девять пальцев далеко не новичок В 90-м году он привлек всеобщее внимание, когда установил мировой рекорд, пройдя огневой коридор протяженностью 30 метров Из тех, кто пытался это сделать до меня, трое погибли внутри коридора А еще один парень проехал 24 метра и выскочил наружу Он очень сильно обгорел и потерял пальцы на руках Если прохождение через огонь для девяти пальцев дело привычное О прыжке через машину на скорости 64 км в час этого сказать никак нельзя И больше всего за него переживает его семья Я бы хотела, чтобы он занимался чем-то другим Зрители все прибывают и прибывают Темнота сгущается, теперь уже поздно отступать Все, он готов Что-то случилось Сделав три пробных ускорения, Дук остановился Но, кажется, хочет попробовать снова Я сделал три пробных ускорения Прицеливался Но когда уже собрался стартовать, мне стало как-то не по себе Я развернулся, поехал назад А потом подумал, да сколько можно в конце концов? Надо ехать Перед машиной была отметка Я поехал, прыгнул на отметке, вылетел из седла Ударился о крышу машины и упал на коробке Все произошло очень быстро Очень быстро С этой точки хорошо видно, что при прыжке девять пальцев задел за руль мотоцикла В четвертой попытке я настроился прыгнуть Но потом вдруг почувствовал, что не смогу Не смогу и все Я видел своих родителей Я знал, что они сейчас чувствуют Видел своих ребят Но все равно не мог Тогда я попробовал еще раз Но ощущение было то же самое Но в конце концов, я должен это сделать Люди пришли специально на этот прыжок И у него получилось Вот он, смертельный номер для преданных поклонников Каскадеры А теперь присоединимся к нашей съемочной группе в Сент-Клоде, Калифорния Где лихая команда каскадеров проводит последнюю репетицию перед началом съемок Мотор Не надо Молись, приятель Вы только что видели, как каскадер Кевин Болл Сымитировал падение со смертельным исходом С 15-метровой вышки Если все пройдет нормально, скоро вы увидите эту сцену в кино Во всяком случае, группа каскадеров игрового кино Джерри Беррета Созданной во Флориде, очень на это рассчитывается Один из трюков называется «Русские качели» Это можно использовать в сценах со взрывами В любых других случаях, когда нужно большое расстояние Ребята хотят представить большую часть своих трюков В снимающемся игровом фильме «Все ради денег» Это рассказ о полицейском снайпере, на которого насело его собственное управление Ему весьма непросто доказать свою невиновность Задолго до начала съемок постановщик трюков уже за работой Дает указания каскадерам Мотор Снято, хорошо, отлично сработали Какой бы эпизод ни снимался, постановщик трюков Джерри Берретт убежден Что длительные изнуряющие тренировки необходимый ингредиент для создания захватывающего каскадерского действия Далее вы увидите Реми Жульен и его команда специально для программы каскадеры С новым смертельным трюком Которым отважный водитель на протяжении 45 метров парит в воздухе Настало время новых приключений в компании Реми Жульена и его каскадеров Существуют некоторые навыки вождения автомобиля, которые по плечу лишь опытным каскадерам Этот прыжок был придуман изобретательным постановщиком трюков Реми Жульеном Который был первым, кто исполнил его на Уинтер Моторт Шоу в Болонье, Италия, несколько лет назад Год спустя на той же самой выставке Реми привнес некоторые усовершенствования Прежде чем коснуться земли, его машина прыгала на верхнюю платформу грузовика Потом появилась следующая вариация Летящий автомобиль принимал на себя автобус Эту последнюю версию Реми воспроизвел в фильме про Джеймса Бонда «Вид на убийство», снятого на парижских улицах Однако для Реми Жульена эти прыжки были всего лишь разминкой перед более сложным и ответственным испытанием Для программы каскадера мы решили пойти чуть дальше Мы поставим еще одно препятствие перед приземлением Первым будет автобус, возвышающийся около метра, а потом грузовик Таким образом получится два прыжка, один за другим За рулем будет находиться сын Реми, Доминик Хотя это явно не детское занятие, Реми назвал этот трюк чехардой Местом действия был избран Булле, маленький городок в швейцарских Альпах Имея за плечами более чем 40-летний опыт каскадера и постановщика Реми знает, что возможна любая неожиданность Похожий трюк делался для рекламы Исузу, прямо у подножия Эйфелевой башни Чудовищный удар порвал трансмиссию одной из машин И водитель не справился с управлением, лишь чудом никто не пострадал Перед тем, как приступить непосредственно к трюку, Доминик совершает два тренировочных заезда Чтобы привыкнуть к покрытию и определить скорость, с которой он будет двигаться Не самые лучшие условия Главная проблема в том, что подъезд к трамплину будет с поворотом и под углом Я немножко нервничаю Три, два, один, пошел В первой попытке Доминик прошел поворот и даже сумел набрать скорость 80 км в час Почти то, что нужно Во второй он решил совершить одинарный прыжок, чтобы определить, в каком месте он приземлится на автобус Его исполнение это кажется легко Реми и его команда просчитывают параметры прыжка Трамплин, автобус и грузовик должны располагаться точно в линию Ошибка в расчете скорости или неверное приземление могут закончиться аварией Вы еще увидите развязку этой драматической игры в Чехарду А пока... Приключения храбрых летчиц в опасной зоне Вы смотрите программу «Каскадеры» Сейчас мы отправимся в головокружительное путешествие высоко над землей Где отважные летчицы открывают новые горизонты для женщин в мире воздушных трюков Пилот с 22-летним стажем, сидящий за штурмалом этого маркетти Выбрала его вовсе не потому, что он имеет славу Феррари воздушных дорог Я выбрала этот самолет не только потому, что это отличный аппарат для воздушной акробатики И великолепно смотрится в воздухе Самое главное, я могу брать с него с собой моих двух детей Одного на заднее, другого на переднее сидение Дебби Гэри Келлер могла руководствоваться различными критериями при выборе самолета Но когда она находится в кабине, она так же бесстрашна, как и ее коллеги-мужчины Я думаю, что между мужчинами и женщинами действительно существует разница Мне кажется, что они по-разному себя выражают И чтобы проявить отвагу, не обязательно быть тем, кого называют мачо Любой человек, управляющий самолетом, выражает себя в том, как именно это делает Как поворачивает, как закладывает вираж Несмотря на великолепный дизайн, маркетти, как и большинство высокотехнологичных аппаратов Может оказаться чрезвычайно опасным, если попадет в неверные руки Самая большая опасность – это ваше я Если вы в какой-то момент почувствовали себя суперменом или чудо-женщиной Вы должны понимать, что это потому, что вы много работаете и совершенствуетесь А не потому, что вы какой-то особенный или особенная Извини, Дебби, но тут мы с тобой не согласимся Человек, который управляет самолетом, вот так должен быть особенным В то время, как Дебби комфортно чувствует себя в кабине Тереза Стоукс, воздушная гимнастка, категорически отказывается пристегивать ремни Возможно, кому-то покажется, что это немного жуткий способ зарабатывать на жизнь Но на другой Тереза и не согласилась быть Там наверху я смеюсь и визжу Вы только представьте, как мне весело И люди, которые приходят на меня посмотреть, тоже получают удовольствие Тереза воспользовалась своим уникальным преимуществом, чтобы снискать международное признание в своей второй профессии Работа в воздухе помогает мне в живописи Вид, открывающийся мне, это колоссальный источник вдохновения для того рода живописи, которым я занимаюсь Если вы не видели выступления Терезы, не расстраивайтесь, на пенсию она пока не собирается Я бы хотела заниматься этим даже тогда, когда стану маленькой старушкой Мне кажется, это мое призвание Стоит мне пару недель не полетать, я начинаю скучать Хотя многие женщины реагируют на них абсолютно нормально И Тереза и Дебби знают, что большинство зрителей воспринимает их как нечто аномальное Возможно, некоторые взбудоражат то, что трюки выполняет женщина Может быть, кто-то умиляется, я такая маленькая, не знаю Вообще, я считаю, что полеты для женщины это здорово Тебе уделяют чуть-чуть больше внимания У тебя появляется какое-то преимущество Все потому, что это довольно необычно А мне кажется, что на женщину острее реагируют определенная часть публики А в основном большой разницы нет Лишь бы ты умела делать то, что делаешь, и никаких поблажек Частью Терези и Дебби они не нужны Девушки прочно обосновались на вершине одной из самых опасных и сложных профессий в мире Я не представляю себе другой жизни и хочу, чтобы так продолжалось как можно дольше А теперь давайте посмотрим, что происходит у Реми Жульена Здесь, на северо-западе Швейцарии, заканчивается последнее приготовление к трюку под названием Чехарда Основная работа сейчас ведется вокруг места приземления Свыше двух с половиной тысяч картонных коробок образуют гигантские соты Картонные коробки задерживают много воздуха и похожи на подушку Они лучше матрасов, которые часто слишком плотные и не способны смягчить сильный удар Коробки покрываются пластиковой пленкой, которая будет удерживать в них воздух И при любой ситуации обеспечит мягкую посадку Приготовления почти завершены Деми Ник может выходить на старт Такое впечатление, что весь буле собрался понаблюдать за этим рискованнейшим трюком После того, как Доми Ник покинет платформу Ему придется преодолеть ни много ни мало 45 метров На глазах изумленной публики он совершает последний пробный заезд Посмотрите, как Доми Ник пытается справиться с управлением на этом сложном повороте Ну что ж, все на месте Доми Ник подает сигнал, можно начинать Двойной прыжок и мягкая посадка Жители буле в восторге Давайте посмотрим еще раз в замедленном повторе Вы помните, Доми Ник ехал со скоростью 80 км в час Он точно приземлился на автобус, но чуть не соскользнул с крыши грузовика Только быстрая реакция помогла ему не сбиться с курса Это было совсем непросто Он преодолел довольно большое расстояние От платформы до автобуса 21 метр Еще 15 метров между автобусом и автомобилем Плюс 12 метров до точки приземления А теперь послушаем, что скажет сам Доми Ник Обратите внимание, как быстро он переделал известную фразу на свой лад Всегда дальше, всегда сильнее, всегда выше Мы хотим во всем быть первыми Мы лучшие И мы не останавливаемся на достигнутом Каскадеры Реми начал свою карьеру с победы на чемпионате по мотокроссу Удораживающие кровь гонки на двухколесных машинах Были крайне привлекательны для молодого спортсмена Очень скоро он обнаружил, что обладает врожденными способностями Делать на колесах почти все Нет, это не гонки на выживание Мы находимся в Швейцарии, в Сент-Морице На съемках одного из самых сумасшедших автотрюков в истории кино Добро пожаловать на съемочную площадку картины «Лед, огонь и динамит» Мотор Лед, огонь и динамит – это комедия В центре картины автогонки с весьма внушительным призом победителю А стало быть, участники не останавливаются ни перед чем стремясь к победе Разработку и изготовление этих безумных машин Продюсеры фильма решили поручить Реми Жульену Но следующим номером он превзошел самого себя В ходе гонки машина ударяет идущий впереди автомобиль Ударяет с такой силой, что она переворачивается и задом въезжает в туннель В эпизоде, когда машина, перевернутая вверх ногами, приземляется на движущийся автомобиль Требуется недюжинная сила Виртуозный монтаж превращает отдельные трюки В удивительную череду фокусов Но следующим номером он превзошел самого себя В ходе гонки машина ударяет идущий впереди автомобиль Ударяет с такой силой, что она переворачивается и задом въезжает в туннель В следующую секунду она вылетает из туннеля, по-прежнему задом и бьет своего обидчика Чтобы сделать этот трюк, Реми придумал машину, которая двигается задом наперед Руль в ней находится на заднем сидении, а водитель следит за дорогой через заднее стекло И вот эпизод снят Чтобы защитить водителя, в несущие конструкции автомобиля вставлена специальная усиливающая трубка Помощники устанавливают на месте гигантские подушки, изготовленные из картонных коробок А опорный провод маскируется таким образом, чтобы походить на кабель высокого напряжения Естественно, тока в нем нет Точно отмеренный стальной трос закрепляют на передней части машины Когда она доезжает до кабеля высокого напряжения, трос натягивается и автомобиль начинает переворачиваться Пошел! Трюк прошел успешно, водитель жив и здоров В прокатной версии картины этот эпизод выглядит так А головокружительная гонка продолжается Кто же выиграет ралли в фильме «Лед, огонь и динамит»? Этого мы не скажем Но в любом случае победителю не обойтись без изобретательности каскадера Реми Жульена Не пропустите следующий выпуск нашей программы Я Джек Скалия, прощаюсь с вами до новых встреч на шоу «Каскадеры» На русский язык фильм озвучен кинокомпанией «Селена Интернешнл» По заказу общественного российского телевидения «Селена Интернешнл»